Всем привет, с вами Артур Михеев. Не так давно мы ездили в Питер, где снимали клип очень талантливой группе Tenops. И именно на этих съемках мне довелось испытать вот этого вот монстра. Это внешний жесткий диск от Lassie, который манал ваш компьютер. Называется диск DJI Co-Pilot. И да, вы не ослышались, я сказал DJI. Все потому, что создан он был в коллаборации именно с этим китайским брендом. Перед тем, как перейти к фишкам девайса, давайте поговорим о комплектации. В нее входят сам диск с резиновой заглушкой, кабель Type-C на Type-C, кабель Type-C на USB 3.0, кабель microUSB на Type-C, кабель microUSB на microUSB. Какая-то скороговорка получается. Сетевой адаптер с кучей переходников на разные вилки. И адаптер под microSD карты памяти. Ведь изначально диск создавался для владельцев дронов, которые, как известно, пишут материал, как правило, на microSD карты. Теперь, я надеюсь, всем понятно, при чем тут DJI. Если же вы используете, например, Compact Flash, то вы в любом случае сможете использовать USB кардридер и подключить его через USB порт на самом диске. Помимо всего прочего, в диск по умолчанию вставлен еще один кабель с miniUSB на Lightning. И при желании, его можно заменить на любой имеющийся в комплекте серый кабель и, вот так вот обмотав вокруг корпуса, спрятать в специальную канавку сбоку. Конец же провода примагничивается к корпусу и не болтается туда-сюда. Теперь о том, чем же этот диск так необычен. Я уже сказал об этом ранее, но повторюсь еще раз. Работать он может как обычный внешний жесткий диск с подключением к компьютеру, так и без него вообще. Для этого на корпусе диска имеется монитор. Где он, спросите вы? Вот тут. Достаточно просто нажать на одну единственную кнопку на корпусе, и он даст о себе знать. Экран показывает свободное место, у меня тут версия на 2 терабайта, уровень заряда, он к слову работает от аккумулятора, и также демонстрирует все процессы, происходящие внутри, копирование файлов и так далее. Заряжается диск посредством идущего в комплекте сетевого адаптера. Внешне Copilot очень похож на серию дисков Rugged. Тот же металлический корпус, обтянутый резиновым бампером, для защиты от ударов и воды. Только в данном случае бампер не рыжий, а серый. Не могу сказать, что это решение слишком удачное, потому как рыжий цвет заметить на песке, в траве или где-либо еще гораздо проще, чем серый. Но тут я понимаю, зачем это сделано. Таким образом, скорее всего, компания LASI решила визуально отделить две линейки продуктов друг от друга. Но вернемся к диску. На корпусе под заглушкой находятся слот под SD карты памяти, USB 3.0, Type-C и разъем для сетевого адаптера. А теперь подробнее разберем процесс передачи файлов с карт памяти, телефона или камеры напрямую на диск без участия компьютера. Объясню на примере обычной SD карты. Помещаем ее в слот на корпусе диска и один раз нажимаем на кнопку, после чего нажимаем на нее еще раз. Появится окно, которое предложит нам два варианта. Скопировать данные с флешки на диск или не скопировать их. Если же мы хотим их скопировать, то достаточно просто совершить короткое нажатие на ту же самую кнопку. А если нет, то совершить длительное нажатие. Все просто. Также на телефон можно установить специальное приложение Copilot Boss. Оно есть как под Android, так и под iOS. Соединяем телефон с диском при помощи провода, запускаем программу, ждем пока произойдет соединение и видим вот это. Давайте пробежимся по пунктам. Первый – это наш диск и все файлы, которые на нем хранятся. И всеми этими файлами мы можем управлять прямо с телефона. Удалять их, переименовывать, перемещать, отсматривать и так далее. Второй пункт – это наш смартфон, с которого мы при желании также сможем перекинуть все наши медиафайлы напрямую на диск. Ниже расположен пункт SD-карты, который в данный момент не активен. Все потому, что карта просто не вставлена в разъем на диске. Как только это произойдет, пункт меню станет активным, и мы также сможем отсмотреть и перенести все файлы, которые находятся на этом внешнем носителе. Ну и, наконец, в самом низу – USB-девайсы. Тут, например, будет отображаться кардридер, через который можно подключить те же компакт-флэш карты памяти. В самом верху отображается оставшийся заряд аккумулятора и свободное место на диске. Зачем нужна эта штука? Нужна она в тех случаях, в которых вам не хочется брать с собой на съемку ноутбук. Ну или же, если вы снимаете в экстремальных условиях, в которых доставать этот самый ноутбук не очень-то и хотелось бы. Мы хоть и не снимали в самых, прямо скажем, экстремальных условиях, однако на холодном берегу Финского залива, когда песок забивается во все щели, часто было куда проще перекинуть файлы с камеры именно через эту штуковину. Потому как после этой съемки я еще два дня вытряхивал песок из своего Crane 2, и мне не хотелось бы делать то же самое с макбуком. Ну а на этом все. Всем пока!